Ребята, приветствую вас на второй серии видео, которая будет посвящена вращениям с гирей. Эти упражнения хорошо подходят для разминки, поэтому не пропускаем, смотрим до конца. Кто не видел первой серии, посвященной взятиям, обязательно переходите по ссылке и смотрите. Упражнения от видео к видео не будут повторяться, поэтому не пропускайте. А теперь одной рукой делаем вот так. Раз, два. Вращение вокруг тела одной рукой. Снова работаем полминутно. В данном случае по полминуты на руку. Дышать. Стараемся восстанавливать дыхание. Опять же, напоминаю, эти упражнения могут быть использованы как отдельный комплекс, так и упражнения из этой связки могут быть взяты для работы в комплексе с другими упражнениями, которые я обязательно в ближайшем времени вам покажу. Вращаем просто вокруг тела. Можно чуть-чуть подсобить корпусом. Я работаю по минуте. Вы можете брать полозу отдых, сколько вам необходимо, для того, чтобы немножко восстановиться. Это хорошо. В другую сторону вот таким образом. И зарядили другую сторону на вращение. Будьте осторожны, чтобы не соскочила гиля. Особенности работа для дома. Все-таки снаряд с инерционной силой может разнести полдома. Если вы видите, некоторые упражнения для вас сложны, вы можете остаться на любом предыдущем варианте. Все-таки я стараюсь делать их более простых, более сложных. Вот эти вращения мы теперь делаем восьмерочку. Вспоминаем взятие на противоположное плечо из предыдущего видео. И у нас получается вот такая замечательная связочка. Функциональное упражнение можно делать и по минуте. Следующее видео будет уже запланировано. Я все продолжаю это в один день. Вам лишь отмонтирую отдельными частями шея. Но с шеей поработать так, чтобы все нон-стопом не выйдет. Потому что много мелких мыс, сразу нагрузку не затащим. Поэтому будем делать фиксированное количество. А пока вращаем через голову из положения, когда гиля сбоку. Такой, обрезанный дрова всех. Обрезанный, почему? Потому что есть вот такое движение. Сейчас мы его делаем немного в резовом плиту. Хорошо, теперь чисто. Хаво, вращение они называются. Раз. Два. Раз. Два. Гирю держим задушку. Телом вверх. Пальцы. Для стабилизации вот так оттопыривать не нужно. Хорошо становится. Далее даем через 3 секунды рукам отдохнуть. Укладываем гирю на плечи сзади и вращаем корпус. Аккуратно. Полминутки в одну сторону, полминутки в другую. Можно это упражнение усложнить. Существенно на последних секундах я покажу как. Но с 16-й пока я это не советую выполнять. Удерживая гирю над головой. Вот так берем ее и вращаемся. Но с 16-й технику соблюдать тяжело. Поэтому в более облегченном варианте будет в самый раз. Следующее упражнение, ребята, из разряда экстрима вращение гири по кругу. У меня тут с дистанцией, конечно, все плохо. Очень близенько прошло. Поэтому, конечно, возможно, не у каждого это упражнение получится в домашних условиях организовать. Но упражнение действительно крутое. Люстры все посмотрели и потом начинаем. Опять же, ребята, помню о коленях. Потому что колени от такого упражнения могут улететь раз и навсегда. Очень здоровская работа получается. Следующее упражнение – вращение. Уже корпуса сидя. Сели. Гирька сюда и по сторонам. Можно делать так, как мы начинали, ребята. Гирька вперед. Опять же, в тесноте. Но, тем не менее, упражнение можно сделать. Также еще и с коленей. На колени встали. И следующее упражнение, ребята, заключительное снова – восьмерочка. Но восьмерочка не простая, а буквально таки золотая. Переведу немножко дыхания. Берем гирю и рисуем восьмерочку ей в пространстве. Сейчас передохнем немножко и попробуем зарисовать другую сторону, сделать зарисовочку. В общем, как-то так, ребята. Серия вращений включает в себя как достаточно сложные элементы, так и элементы более простые, которые подойдут отлично для разминки. Если вы делаете комплекс с упражнениями, которые я показал, вы можете их вставлять в начале для разминки, можете их вставлять в конце или в серединке для отдыха. Все это мы продолжаем с вами обсуждать в чате. Если все нормально, то так оно как запланировано и идет у нас. Мы сейчас смотрим с вами вместе, сидим, обсуждаем. И собираемся на следующее видео, которое будет идти под названием «Бычья шея». Там мы разберем упражнения на мышцы шеи. Поэтому, ребята, запасайтесь не только гирей, но и желательно вот таким шлемом для головы. Я сейчас это все продолжу делать. Будет у меня полноценная тренировочка сегодня на все группы мышц, как это любят называть. До скорых встреч. Встречаемся по субботам вечерами, напоминаю. И общаемся в чате. Обсуждаем каждое движение, пока оно в течение минуты мною выполняется в записи. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.